Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и как всегда в это время, 15.05 в Москве, мы с вами говорим о ситуации на финансовых площадках. Это и является основной темой нашей с вами программы. Итак, «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Сегодняшняя тема «Фонды поверили в Россию». Продолжится ли приток средств на российский рынок? Ну, наверное, это несколько, я бы сказал, позитивное такое название, позитивная фраза, но очень хочется этого самого позитива. Тем более, что и ситуация на рынке сегодня также, также навевает всякие хорошие мысли. Итак, я представлю своих гостей сегодня в студии. Олег Абелев, руководитель аналитического отдела институтной компании «Реком Траст». Добрый день, Олег. Добрый день. И Валерий Евдокимов, главный аналитик «Нордая банка». Добрый день, Валерий. Здравствуйте. Добрый день. Сайт компании «Финам.ФМ». Все это используете для интерактивной связи. Ну и, начиная нашу беседу, как всегда в это время, мы с вами рисуем картину маслом. Итак, смотрим, что же на этот момент происходит на основных мировых финансовых площадках. Начинаем традиционно с закрытия вчерашнего, закрытия американского рынка. И также традиционно, да, браво, аплодисменты, бис, бис. Американцы перехай сделали очередной исторический максимум, правда, откорректировались на закрытии, но тем не менее. И, в принципе, закрылись в положительной территории. Доу Джонс прибавил 0,3%. СНП по итогам торгов, как я уже говорил, 0,1%. Индекс «Насдак» еще скромнее 0,02%, но тем не менее в плюсе. Азиатская сессия сегодня таким образом завершилась. Японский «Никей» 1,5% плюс. Шанхай «Композит» в минусе на 0,1%. Значит, Европа сейчас, Европа, Европа кроме нас. Мы не Европа, мы Европа, но неважно. В общем, европейские площадки сейчас в умеренном минусе. В частности, «Фудси-100» теряет 0,1%. А наши индикаторы и наш рынок сегодня, еще раз повторю, выглядит достаточно оптимистично, позитивно. И в моменте мы наблюдаем. РТС прибавляет 1,5%. 1455 текущая котировка. ММВБ чуть скромнее 1,2%. 1439 его текущий показатель. Ну, что ж, здорово. Смотрим на сырье и на рынок Форекс. Нефть, Барки Брэнд. Ну, можно сказать, все-таки достаточно уверенно держится. Хотя чуть ниже 103 долларов. Сейчас она 103.30 за бочку. Дальше смотрим на золото. Ну, продолжается достаточно диапазонная торговля. 10385 долларов за унцу. И евро-доллар забирается выше 1,29. 1,2930 сейчас его текущая котировка. Дальше набор голубых фишек. Традиционно мы говорим об этом. Сегодня, в принципе, все в основном зеленые. Кроме Уралкалия скромные минус 0,2%. И Автоваз 0,3%. Лидеры роста. НЛМК 2%. Русгидра 2,5%. ВТБ 1,5%. Сбербанк больше процента. 110 рублей. Сбербанк обычка стоит. Я смотрю сейчас. Сургутнефтегаз 2%. Ну, красота. Красота. Может быть, все-таки действительно поверил кто-то в нас. Ну, что ж. Если можно, давайте с этого и начнем. Ответим коротко на этот вопрос. Хотя, еще раз повторю, конечно, он, видимо, сформулирован лишне оптимистично. Так вот, этот небольшой, да, несколько миллионов долларов за последние две недели, по-моему, приток в Россию, наверное, это еще не тенденция. Но, тем не менее, Олег, как ты думаешь, есть надежда все-таки у нас с вами? Не говори только, что она умирает последней, пожалуйста. Да нет, конечно. Главное, вот, вы спросили, верит ли кто-нибудь. Главное, чтобы мы сами в себя поверили. Это да, это важно. Если говорить о последнем, скажем так, каком-то периоде, по которому можно сделать какой-либо вывод относительно притока денежных средств, то, конечно, здесь стоит сказать о том, что сейчас, конечно, основным фактором, который является таким конституирующим для поведения наших инвесторов, это положение дел на американских площадках, а именно ожидание начала коррекции на них. Потому что, ну, очевидно, несмотря на то, что позитива достаточно много, и, по большому счету, когда спрашивают о том, почему же американский рынок растет, ну, а чего бы ему не расти, действительно, там большого негатива нет. Но после любого роста, в любом случае, когда-то начнется коррекция. И поэтому этот фактор, он довольно сильно сдерживает покупки, и сдерживает он уже достаточно давно. Причем настолько сильно, что он затмевает собой даже влияние нефтяных цен на рынок. Я по поводу, извини, по поводу коррекции перебью тебя, да? Действительно, после любого роста рано или поздно взрывает коррекция. И вздохнул сейчас тот, кто продавал СНП по 1580, он говорит, доживет, доживу ли я до этого момента. Ну, просто так сложились, скажем так, для Америки, для американской экономики на текущий момент, я подчеркиваю, экономические обстоятельства, что вот такая сложилась ситуация. Российский жирных, естественно, как и другие рынки, которые следуют, являются ведомыми, что ли, за американским, естественно, отслеживают эту ситуацию. Но они в большей степени ориентированы, конечно, на то, что происходит за океаном, нежели что происходит сейчас у нас. Корпоративный фон довольно вялый, достаточно спокойный. Заметим, что нарушилась тенденция сильной корреляции индекса РТС рынка нефти и индекса РТС рынка S&P 500. Если раньше они следовали в обратном направлении, то сейчас они примерно показывают схожие направления движения. Это говорит о том, что даже нефтяной фактор уже сейчас так, как он когда-то раньше принимался в расчеты, был первоочередным, главенствующим, он уже не принимается. И во многом сегодняшняя речь господина Бернанки, публикация протокола, заседание, последнего заседания ФРС, во многом прольет свет на... Последнего, как-то ты прям страшно так сказал. Последнего, в смысле, которое было. Прошедшего, извините, я говорил сюда. Прольет свет на дальнейшее движение рынка, потому что станет понятно, были ли все различные заявления различных управляющих региональных федеральных резервных банков лишь слухами, неподтвержденными фактами о том, что можно бы скоро свернуть количественное смягчение. Либо же ФРС даст понять, что несмотря на улучшение ситуации в рынке труда, несмотря на улучшение ситуации с экономическим ростом, говорить о позитиве настолько сильным, чтобы можно было сворачивать стимулирование экономики еще рано. Олег, извините, я тебя прерву, Валер, сейчас ты тоже выступишь. Я хотел бы обратиться к слушателю. Есть звонок у нас, не будем его держать долго на линии. Алексей, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, у меня вопрос к аналитику. Скажите, пожалуйста, иногда я выхожу на фондовый рынок, покупаю, продаю акции как любитель. Подскажите, пожалуйста, есть какая-то прямая связь, корреляция между курсом рубля к доллару-евро и с помощью фондового рынка России, конкретных акций? Вот она есть или нет? А если она есть, то она какая, в общем-то, прямая или обратная? Если курс идет вниз, то акции российского рынка, насколько я понимаю, должны идти вверх. А иногда происходит обратная ситуация. Есть связь какая-то или нет? Скажите, пожалуйста. Спасибо, Алексей. Спасибо за вопрос. Ну, давайте, давай, Олег. Ну, если можно было говорить о какой-то связи, то я бы, наверное, сугубо сконцентрировался на бумагах банковского сектора финансового и на секторах, где оперируют экспортоориентированные компании. Но, опять же, прямой связи, которая могла бы четко, как она у нас ранее наблюдалась по валютному рынку, курсу доллара, рубль и рынку нефти, такой, конечно, связи нет. Связано это с тем, что в отличие от рынка нефти, который номинируется в долларах, помимо валютных дисбалансов, валютных курсов, на деятельность компаний, эмитентов различных секторов, в том числе и банков, влияют много еще чего другого, да, других факторов. Поэтому я бы такой однозначной, наверное, связи не представлял. Валерий, ты как считаешь, есть взаимосвязь какая-то между курсом рубля к доллару, к евро и динамика российского рынка? Я считаю, что сейчас курс рубля к доллару и к евро находится в таком достаточно узком коридоре. Там происходят локальные колебания и проводить какую-то связь, корреляцию серьезную, я думаю, не стоит. Потому что небольшие колебания, плюс-минус там 1%, может быть, даже 2%, а то и меньше. Вряд ли оказывают серьезное влияние на ситуацию на фондовом рынке. Гораздо более серьезные вещи – это макроэкономическая статистика. Первый квартал роста ВВП по данным Минэкономразвития 1,1%, по данным Росстата 1,6%. Конечно, 1,6% получше, чем 1,1%, но в любом случае это очень мало. А это говорит о том, что бизнес, результаты бизнеса, бизнеса компаний, ведущих компаний российской экономики, они представляются достаточно слабыми. И этого достаточно посмотреть. Вот отчеты последние, которые выходили. Компании ведущих в металлургии, в электроэнергетике, в общем-то и в нефтегазовую отрасль не самые лучшие отчеты. Отсюда, собственно говоря, и динамика фондового рынка такая. И даже сильный рубль, да, относительно, он ее не поддерживает. Спасибо огромное. Сейчас мы послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Реком Траст» и Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордеобанка. Мы говорим сегодня традиционно на тему российского фондового рынка, мировых финансовых площадок. Ну и тему, я повторю еще, фонды поверили в Россию, продолжится ли приток средств на российский рынок. Валерий, вот по этому поводу, пожалуйста, тоже свое мнение выскажи. Ну, я еще раз повторюсь, что, может быть, это слишком оптимистичное заявление. — Я тоже так считаю, что заявление пока это слишком оптимистичное. В принципе, один из основных параметров, который позволяет как-то говорить о том, есть большой приток или нет, это торговый оборот на ММВБ. Посмотрите, в начале года, когда действительно был приток, средний торговый оборот, среднедневный торговый оборот на ММВБ превышал 30 миллиардов рублей, ну, даже был где-то 35, может быть, вот так. Сейчас этот оборот составляет порядка где-то 27, примерно, 26 миллиардов рублей. То есть явное снижение. Поэтому говорить о каком-то серьезном притоке не приходится. Скорее всего, это какие-то небольшие средства, может быть, скорее всего, и местные, локальные в том числе. Каким-то образом держат рынок. Вообще, конечно, общая эйфория американская, она отчасти передается, транслируется и на другие рынки, в том числе и на наши. Плюс, не надо забывать, у нас на этой неделе должно завершиться СПО ВТБ, что, с учетом той информации, которую мы знаем о крупных иностранных инвесторах, что это тоже поддерживает психологию рынка и вселяет определенный оптимизм инвесторов. И в целом, конечно, это создает некоторый позитивный фон, но здесь вот как бы, если смотреть на наш рынок, сейчас мы, по сравнению с началом года, многие крупные компании, которые определяют наш рынок, цены их акций, они дисконтировались примерно на десятки процентов. 30, 40, а иногда и даже больше. А за это время за последнее выросло буквально, может быть, на 10 максимум процентов. Посмотрите «Газпром». В начале года 150, сейчас 126, 127. Другие примеры. Из крупных компаний, которые определяют рынок, Сбербанк только находится на вершине. Да, вот я хотел как раз пойду. И это там немножко приближается, Лукоил как-то к этому. А из второго эшелона только магнит вот дает, максимум показывает. Все остальные находятся, в общем-то, на локальных минимумах. Ну, может быть, немножко отошли от них. То есть, в целом, картина, конечно, пока такая очень осторожная, я бы так сказал. Осторожный оптимизм, не более. Лучше надо подождать, вернее, постараться сконцентрировать сейчас внимание на макроэкономических ожиданиях. По крайней мере, вот то, что министр экономического развития Белоусов недавно говорил, что он ожидает перелома экономической тенденции в России, роста ВВП в большую сторону во втором полугодии. Будем надеяться. А с чем-то он связал это свое ожидание? Он ожидает активизацию потребительского спроса. Если это действительно так все произойдет, вот тогда и мы увидим рост ВВП. Тогда будет вера в рынок, тогда начнутся притоки настоящие и так далее. Я понял. Олег, по поводу текущих событий, и действительно Сбербанк показывает какую-то невероятную динамику, ну, по сравнению со всеми остальными. Это опять связано с его какими-то корпоративными идеями, или это банковский сектор, или его ВТБ, может быть, подтягивает в результате событий? Я только, если можно, одну буквально ремарку в отношении реплики коллеги выскажу в отношении заявления министра Белоусова о том, что нужно стимулировать потребительский спрос. Вопрос абсолютно с этим согласен, только вопрос, как это можно сделать при постоянно снижающейся норме накопления. То есть она у нас чуть больше 20% при желаемом достижимом показателе в 30-35%. Вот если бы хотя бы зафиксировать не снижение, а хотя бы стабилизацию этой нормы, тогда можно действительно говорить о тенденции роста потребительского спроса. Что касается Сбербанка, Ну, действительно, я согласен с тем, что, будучи лидером по объему, по оборотам торгов, бумага показывает достаточно сильное движение вверх, и диапазон технический 106-109 рублей за акцию был преодолен как раз-таки верхней границы, если вот сейчас около 110, хотя я пока бы не стал говорить о том, что он четко преодолен, и там произошло закрепление. Если говорить о фундаментальных причинах, то помимо достаточно неплохих результатов по итогам первого квартала, по российским стандартам, в общем, наверное, по большому счету, для российского инвестора банковский сектор, он по-прежнему остается представлен лишь двумя бумагами, ВТБ и Сбербанком. Если говорить о ВТБ, то колоссальная перепродность, недооцененность этой бумаги, которая была в прошлом году, она, в принципе, немножко уменьшилась. Сейчас вот проходящее вторичное размещение говорит о том, что, в принципе, спрос есть, но спрос не со стороны российских участников рынка в большей степени, а со стороны иностранных крупных фондов. Вот мы слышали о Катарском фонде, который активно принимает участие, по-моему, уже вошел даже в капитал, ну, объявил о том, что войдет в капитал. А Сбербанк, с этой точки зрения, еще обладает и фактором неплохой дивидендной доходности, ну, по сравнению с бумагами нашего банковского сектора. Я не берусь лидерами рынка по доходности. Поэтому все это накопилось, все эти факторы слились воедино и дали, в общем, достаточно такой неплохой рост по бумагам. В целом же, среди бумаг, которые действительно еще могли бы похвастаться ростом при такой достаточно неопределенном, при таком неопределенном положении рынка, при такой неопределенной ситуации, к тому списку, о чем говорил коллега, я бы еще добавил бумаги мегафона, которые, по большому счету, после размещения практически не снижались. А если снижались, то это были крайне малые, скажем так, снижения. Вот последнее снижение вообще просто было связано с тем, что закрылась отсечка приестру. И, кстати говоря, мегафон впервые в своей истории заплатил дивиденды. 54 рубля на бумагу. И бумаги транснефти. Тоже велись эти бумаги достаточно неплохо. На протяжении длительного респективного периода времени, если мы возьмем не с начала года, а за год, и в последнем квартале 2012 года мы видели, что, будучи монополистом в своей сфере, по сравнению с Газпромом, транснефти все-таки немножко по-другому выстраивает свою инвестиционную политику, инвестиционную программу, и это дает некоторые плоды. Поэтому идеи есть, бумаги есть, просто, наверное, приток средств не является причиной роста этих бумаг. В силу того, что и объемы недостаточно велики, и капитал, который притекает, он, в первую очередь, короткий, а не длинный, к сожалению. Это старый бич, старая проблема и Российского фонда в рынке экономики в целом. Крайне малые объемы длинных денег в экономике. Но о том, как с этим бороться, как их привлекать, это уже тема отдельная. Но факт остается фактом, да. Кстати, если вспомнить традиционные какие-то события, ежегодные события на финансовых рынках, мы все время выделяем май как начало какого-то весеннего, летнего коррекционного движения. То, что происходит сейчас, немножко выбивается из этой тенденции, но может быть тому объяснение, что мы чуть раньше отпадали. Валер, как ты думаешь? А давайте подождем, май еще не закончился. Осталась неделька еще. Вы знаете, на фоновом рынке происходит иногда событие очень важное, очень быстро. Поэтому не исключено, если начнется коррекция у американцев, то это все может произойти достаточно быстро и достаточно жестко. Но вот пока те две декады мая, что мы наблюдаем этот месяц, он действительно пока опровергает традиционные представления о нем, пожалуй, что впервые за много лет. Потому что до этого это был чуть ли не самый страшный в глазах инвесторов, участников рынка, месяц для российского рынка. Но айфория в США... Ну или как минимум, всегда знали, что делать в мае. Айфория в США, довольно-таки неплохие результаты, которые приносит политика Банка Японии. Вот вчера, как раз-таки, сегодня рано утром, Банк Японии сказал о том, что медленно, но верно уровень дефляции сокращается. Они надеются перейти в позитивные значения инфляции уже в следующем месяце. Плюс продолжение работы печатного станка в еврозоне. Все эти вещи, складываясь воедино, в общем, дают такой эйфорический позитивный фон. Главное только при этом не совсем оторваться от действительности. Ну, кстати, вот чтобы не оторваться от действительности, давайте еще раз напомним. Сегодня выступает перед бюджетным комитетом Конгресса Соединенных Штатов Америки, по-моему, да? А господин Бернанке в 6 часов по Москве начнется это выступление. И чуть позже, через 4 часа в 22 по Москве, будут публиковаться протоколы заседания, вот этого последнего заседания. Вот от этого что можно ждать? Ведь все сейчас, да, все наши с вами мысли, все наши с вами внимания, сосредоточены именно на этом, на том, будут ли какие-то сигналы, да, о возможном сворачивании программы, или там хотя бы о начале, хотя бы там, я не знаю, о стратегии этого сворачивания. Что по этому поводу, Олег? Я думаю, что публикация результатов протокола последнего заседания ФРС должны показать некую двойственность, причем впервые, наверное, за многие годы, среди членов управляющих Федеральных резервных банков. Это само по себе уже некий сигнал, правильно? Потому что есть, скажем так, штаб Ястребов, есть штаб Голубей. То есть господин Эванс, управляющий Федеральным резервным банком Далласа, относится к Ястребам, господин Дадли из Чикаго к Голубям. То есть те, кто ратуют за довольно быстрое и ярое сворачивание постепенно этих мер, поскольку аргументация вполне ясна, уровень инфляции чуть больше процента, уровень безработицы снижается, последние 7,7. Практически он не увеличивался уже несколько отчетных периодов подряд. Плюс к тому же экономический рост, медленный, но все-таки верный, имеется на лицо, и это является, в общем, основным аргументом в пользу сворачивания. Противники аргументируют это тем, что сворачивание системы приведет к сильным дисбалансам на других рынках, в силу того, что доллар все-таки валюта резервная, и владельцев американских бумаг по всему миру, от частных инвесторов до крупных фондов, крайне большое количество, и азиатский регион довольно сильно смотрит на то решение, которое будет принято, исходя из публикации, вот, как раз таки, протоколов. Если действительно будет принято решение о том, чтобы чуть-чуть сделать шаг в сторону сворачивания этой политики, то тогда, я думаю, что и на европейских, и на азиатских рынках это может быть воспринято двояко. Поэтому Голуби, они, так сказать, ратуют за то, что не стоит столь поспешных мер принимать, и нужно все-таки дождаться окончания года, когда эта программа будет, собственно, завершена, ну, логично, да. Вот, тем более, о справедливости-то ради, надо сказать, уровень безработицы, он не достиг целевого значения. Ну, еще далеко ему, да. То есть он снижается, но, если мы помним, то 6% был установлен целевым уровнем, и еще пока достаточно большой... 6,5%. 6,5%, извините, да, 6,5%. Еще достаточно большой задел, да. Поэтому не так все уж и безоблачно. Согласен, я однозначно, да. Но с другой стороны, Валер, вот есть мнение, ну, наверняка, тех самых представителей Голубиного, да, блока в комитете по ставкам, как минимум, что перекос, да, и даже вот этот нынешний этап программы коллег-смечений не успел задать вопрос. Значит, мы сейчас еще раз слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим нашу беседу. Ну что ж, друзья, продолжим беседу, продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я напомню еще раз моих сегодняшних гостей. В студии Олег Кабелев, руководитель аналитического отдела инновационной компании Реком Траст и Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордеа Банка. Обсуждаем текущие ситуации на финансовых рынках, отвечаем на вопросы, даем комментарии и прогнозы. Прогнозы, вот это, видимо, любимое дело аналитика, любого аналитика, это дать прогноз, ну и главное не ошибиться. Так, мы прервались, да, я еще раз сформулирую, что меня очень интересует. С одной стороны, значит, Олег, вот по поводу влияния программы количественных смягчений, да, рассказал нам, а другая точка зрения, другая палка, да, другой конец этой палки выглядит следующим образом, что наблюдается некий перекос, да, вроде бы действительно количественные смягчения, на благо, а деньги не все же идут в реальный сектор экономики, вот зреет пузырь на фондовом рынке, и вот это вот поспешное, может быть, какое-то корявенькое, да, наверное, тоже нужно, и методы сворачивания тоже какие-то, да, ну, сложно Федрезерву, понятно, что. Так вот, поспешное сворачивание или какое-то, может, неуклюжее сворачивание приведет просто к тому, что пузырь этот лопнет, и мы увидим еще больше, или, точнее, Федрезерв увидит еще больше проблем, чем было до начала. Может такое произойти, Валя? Я думаю, Федеральный резерв, вообще, как все другие центральные банки, будут сейчас все-таки осторожничать. Причина простая, дело в том, что вот кризис, который был в 2008 году, наступил, и дальше все это длится. Его сейчас уже называют, есть название «Великая рецессия», по аналогии с «Великой депрессией». То есть явление и масштаб событий таковы, что прецедента не было в истории, а, собственно говоря, скоординированные действия центральных банков, ведущих мировых центральных банков по накачке ликвидности мировой финансовой системы тоже не имеет прецедента в истории такого объема. То есть все понимают, что происходящие события это практически сейчас ну, как бы новая какая-то территория, на которой никто не может сказать, что может произойти. Да, сейчас работает только метод пропоошибок, и руководство центральных банков ФРС США понимает, что нужно двигаться очень осторожно. Поэтому, конечно, будут разные точки зрения высказываться, и голубиные, и ястребиные, но я думаю, вот задача Бернанке все-таки постараться найти какую-то золотую средину. И я думаю, что он до сегодняшнего дня и, наверное, в ближайшее время вряд ли будет знать точный ответ, как себя вести, и все-таки будет принимать решения, которые несут в себе определенный риск. Безусловно, риск существует. Да. Нелегко ему. Есть вопрос, давайте я его прочту и попробую на него ответить. Хотя, может быть, не совсем в тему, да, сегодняшней беседы. Ну, касается, тем не менее, российской экономики. Пишет нам наш слушатель Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости. Как вы можете объяснить тот факт, ну, по поводу фактов тоже, да, которые наши слушатели излагают. Это вещь очень часто субъективная очень, да, поэтому к этому тоже надо относиться своеобразно. Итак, вопрос следующий. Как вы можете объяснить тот факт, что многие энергетические компании, находящиеся в долгах, как в шелках, осуществляют большие денежные перечисления во всевозможные благотворительные или партийные фонды и движения? Не является ли, спрашивает Юрий, это одним из видов камуфлированного отката? Спасибо. Олег. Ну, вот как вы уже начали, практически отвечая на вопрос, говорить о субъективности, я, наверное, продолжу вашу мысль о том, что некий элемент субъективности в вопросе все-таки есть. Что понимать под большой суммой? Потому что для каждой энергетической компании, масштаб которой довольно сильно разнится с бытовых энергетических компаний региональных и заканчивает такими монстрами, как Росгидро или Российские сети, недавно созданные. Размер этой, соответственно, суммы, которая пойдет на благотворительность или там партийные фонды... Кстати, в этом ничего плохого нет, по факту. Да, благотворительность, это вообще вещь-то замечательная. Это замечательно, если это соотносится с расходами компаний, если это соотносится со стратегией развития, если это не превышает заложенные в планах развития долгосрочных и среднесрочных планах развития прогнозов, путей развития компании. А в целом же, я думаю, что тут нужно смотреть по отдельности. Если есть какие-то конкретные цифры, надо их сопоставлять с общим объемом затрат, с объемом инвест-программы, с объемом выручки, уже делать какие-то выводы, потому что так очень сложно. Это получается такой огульный разговор какой-то, да? Ну да, без каких-то предметных цифр сложно что-то сказать. Благотворительность, бизнес, это же хорошее дело, Валерий, да? Ну, хорошее, но я согласен с коллегой, что здесь все нужно все-таки соизмерять какие-то масштабы, находить. Я не думаю, что это носит какой-то гипертрофированный характер, вот эти благотворительные взносы, и вряд ли они являются определяющими в финансовых потоках самой компании. Какая-то небольшая часть, возможно, но вряд ли что-то серьезное. Тем более для энергетической отрасли, которая и так в России по причине крайне высокого износа основных фондов, вынуждена почти все свободные денежные средства, имеющиеся, и часть даже прибыли, направлять в инвестиции. И даже порой, вот как ФСК недавно объявили о том, что дивиденды они платить не будут, у них чистый быток, несмотря на то, что он бумажный. Они вынуждены практически все средства тратить на модернизацию. Ну, понятно, что часть они там потеряли от переоценки на валютных курсах, но о каких тут можно благотворительных, каких-то партийных взносах говорить. Совершенно, совершенно. Тут остаться бы на плаву, что называется, да? Так, хорошо, значит, давайте мы вернемся, так сказать, в лоно российской экономики. Валер начал уже на эту тему разговор, и мне хотелось бы ваше мнение услышать. Итак, ближайшие события с точки зрения задач, которые ставит правительство, значит, президент, да, все, кто какое-то отношение к этому имеют, рецессии, очевидные рецессии, да, в экономике Соединенных Штатов. Сон в руку. В экономике России, да, и она сейчас на первых полосах, и в связи с этим предпринимаются, или планируются предприниматься какие-то решения, да, с точки зрения, там, я не знаю, банковского регулятора, да, Минэкономразвития и так далее, и тому подобное. Вот, каковы они, эти решения, что в конце концов может картину поменять на прямо противоположную? Ну, во-первых, давайте-то по порядку, да, значит, если мы начнем об основных каких-то решениях и тех причинах, на базе которых они могут строиться, от чего отталкиваться, это в первую очередь пресловуто всеми обсуждаемый, любимый, кем-то нелюбимый показатель ВВП и экономического роста. Коллега сказал о том, что в пределах 2% существуют прогнозы различных, значит, исследовательских и финансовых компаний. Само правительство Минэкономразвития тоже уже снижает эти темпы до 3,7%. Причина, в общем, достаточно очевидна. По причине, ну, довольно-таки, вялого поведения основных инструментов на нефтяных рынках, от которых мы, в общем, в большей степени зависим, величина нефтегазовых доходов снижается, и очевидно, что при той модели, которая существовала в предыдущие несколько лет, формировать доходную часть бюджета становится все сложнее и сложнее. И даже уже пошли разговоры о том, чтобы часть средств из резервного фонда, вопреки бюджетному правилу, которое было введено относительно недавно, все-таки направить на какие-то инфраструктурные проекты. Потому что, очевидно, без развития инфраструктуры, без направления этих средств в инфраструктурные проекты, стимулировать экономический рост при отсутствующем росте нормы накопления крайне сложно. А стимулировать эту норму накопления могут только какие-то длинные инфраструктурные проекты. Либо необходимо направлять средства из резервного фонда, Обходя бюджетное правило, принимая некие поправки, либо необходимо выпускать долговые бумаги под длинные инфраструктурные проекты. Я думаю, что выход, преодоление той ситуации, которая сложилась в связи с такой вялостью на нефтяных рынках, он где-то откроется здесь. Если говорить о... Извини, пожалуйста, правильно я понимаю, что если ситуация на нефтяных рынках изменится, ну и нефть в район 120, наверное, пойдет, то и наша картина опять, так сказать, зарозовеет. Так вот, понимаете, рассчитывать на то, что нефть пойдет куда-то за 120 долларов, мне кажется, уже достаточно опрометчиво, потому что мы уже проходили этот период, когда нефть была и 147 в максимуме, была и 125, и 130. Ну, 147 это было очень краткосрочно. Ну, хорошо, но выше 110 она была достаточно долгой. И при этом на протяжении всего этого времени цена нефти, исходя из которой верстался бюджет, медленно, но верно, при столь высокой цене нефти, она все-таки повышалась. Это раньше, несколько лет назад, мы считали, что цена на нефть в 103 доллара за смесь марки Brent, это, ну, если не рай, не счастье, то очень позитивный сценарий. Вы вспомнили еще несколько лет назад. Сейчас даже в условиях таких цен на нефть мы видим, что правительство вынуждено снижать прогнозы по темпу роста экономики. Это говорит о чем? О том, что нефтяной запас, он постепенно проедается, и на смену этому фактору должны приходить какие-то инфраструктурные проекты. То есть там, где будут создаваться технологии с высокой добавленной стоимостью. Без запуска этих проектов, даже при цене на нефть 120, 125, это будет краткосрочный период роста. Вот о чем я и говорю. И завершая буквально одно слово, завершая мысль в отношении к денежно-кредитной политике и политике, которую проводит ЦБ, по-прежнему непонятна стратегия относительно процентных ставок. То есть понятно, что ставка рефинансирования у нас и, скажем, в Соединенных Штатах это две большие разницы. Но, на мой взгляд, когда и Центральный банк, и Минэкономразвитие, и Минфин в унисон говорят о том, что основная проблема это инфляция, которая по большому счету, в общем, уже по сравнению с предыдущими годами не выглядит столь умопомрачительным уровнем. Наверное, это не совсем правильно. То есть когда все основные органы финансов борются только с одной проблемой, наверное, имеет смысл... Не замечая другую, которая раз и неожиданно выскочила. Имеет смысл посмотреть на причины этой инфляции. То, что ее монетарными методами победить крайне сложно. И можно сколь угодно снижать ставку в российских условиях, но это снизит уровень инфляции крайне незначительно. Мы не Япония, мы не Соединенные Штаты. Валер, вот, кстати, если говорить об инфляции, ожидания ее все-таки достаточно высокие, хотя и ходят разговоры, что вот какой-то там целевой уровень, да, ниже высшего целевого уровня, она имеет возможность в ближайшие месяцы снизиться. Но, тем не менее, снижение процентной ставки реальности это для России, как ты считаешь? Ну, если говорить о снижении ставки рефинансирования с 8,25, вот, ожидает на четверть процента. Возможно, центральный банк снизит. По крайней мере, у нас мои коллеги в банке считают, что есть такая вероятность в июне, что снижение произойдет. Такое может быть. Ну, а инфляция здесь с разной точки зрения есть, и вообще-то существует такая точка зрения, что во втором полугодии вполне возможно будет наблюдаться и снижение инфляции. Такое тоже мнение есть. Я бы еще добавил в отношении того, что сказала коллега по инфраструктурным проектам. Да, безусловно, все верно, но это факторы долгоиграющие, и от них ожидать результата быстро не приходится. С ближайшей перспективы, что может помочь российской экономике, я думаю, что если в Европе наметится в ближайшее время какой-то подъем, о Германии, по крайней мере, доклад Бундесбанка был вчера опубликован, и там уже была высказана точка зрения о том, что германская экономика может ускорить рост в самое ближайшее время, даже во втором квартале. Если это так, то европейская экономика может дать российской экономике определенный толчок, определенную помощь. Все-таки Европа является нашим крупнейшим внешнеторговым партнером, не надо забывать. Если Европа пойдет вверх, то, соответственно, можно ожидать рост цен на энергоносители и вообще на сырье. И Китай тоже, может быть, тогда начнет больше двигаться, быстрее двигаться в смысле роста, экономического роста. — То есть я правильно понимаю, если говорить о краткосрочных каких-то перспективах, то все же именно опять внешние факторы смогут скорее нам поддержку оказать? — Да, я думаю, что вообще то, что сейчас происходит, конечно, от Европы очень много зависит. Если она сумеет преодолеть вот это вот то замедление, которое образовалось не в конце прошлого года, а в начале этого, а шансы такие есть, то это будет определенная помощь российской экономике, да вообще всем развивающимся рынкам. — Ну просто надо вспомнить еще, да, что руководители, по-моему, Евросоюза, еще, может быть, даже и сам господин Драги, заявляли еще в прошлом году, в конце прошлого года, что вот Европа вот-вот выйдет из рецессии, нащупала она опору уже, но как-то все это пока не получается. — Ключевой является германская экономика. Если она пойдет, то она потащит за собой, образно говоря, потащит за собой остальное. — Но в любом случае это процесс небыстрый. То есть политика, которую начал проводить ЕЦБ по смягчению, опять же, денежно-кредитной политики и по снижению ставки, она продолжается, и она должна давать свои плоды постепенно, не сразу. — Ну то есть при снижении ставки на прошлом заседании еще результаты формально... — Я думаю, что в экономике мы увидим их не так мгновенно. — Сейчас еще раз новости на финал МФМ, потом продолжим. — Так, ну что ж, продолжим, продолжим эфир. Последняя часть, 12 минут у нас осталось. Будем отвечать на вопросы, ну и, собственно, обсудим еще вещи, которые не успели обсудить. Сейчас посмотрел на график золота, который вновь штурмует высоты, ну, по крайней мере, локальные. И по этому поводу, кстати, есть вопрос у нас от Родиона. Ну, видимо, ошибся немножко Родион, нулик лишний записал. Ну, вопрос такой, увидим ли мы все-таки 30 тысяч, у него написано, я предположу, что обшився, все-таки 3 тысячи за унцию золота в 15-16 году, или все переигралось? Ну, видимо, какие-то, да, обещания кто-то давал Родиону, что Родион в 15-м году 3 тысячи, покупай. Вот, ну, бог с ними, с 3 тысячами, ну, как минимум, да, текущая динамика в золоте, ну и вообще в драгоценных металлах. Вообще она подразумевает продолжение роста, или все изменилось? Как ты думаешь, Олег? Ну, две вещи хотелось бы высказать на этот счет. От каких-то конкретных цифр я бы предпочел уйти, потому что здесь очень сложно говорить что-либо в условиях такой волатильности и неопределенности, которая на рынке золота сейчас наличествует. Первый момент это то, что после 12 лет, год к году роста подряд, это был единственный практически актив на мировых рынках, который 12 лет подряд рос, наступил некий период, который еще совпал с укреплением курса доллара, который, ну, знавал собой начало такого большого коррекционного диапазона по цене на золото. И технически, если мы посмотрим на график цены унции золота, то мы увидим, что абсолютно точно технически эта коррекция назревала. Повлияло на это, вот второй момент, который я хотел сказать, конечно, укрепление курса доллара практически ко всем мировым валютам. И, естественно, золото, которое номинируется в долларах, не могло не отреагировать снижением. Плюс, к тому же, стоит еще отметить и традиционно непользующие популярностью у инвесторов металлургические сектора, и в том числе драгоценные металлы в периоды подъема американской экономики. В общем-то, на протяжении почти всего периода истории и развития американского рынка эти два, скажем так, института, американская экономика и цены на золото, ну, назовем их так, в кавычках института, два показателя, если брать американские индексы, они редко когда показывали параллельное движение и двигались в унисон. Я думаю, что сейчас инвесторы предпочитают какие-то более защитные инструменты, либо, если говорить о корпоративных секторах, это телекоммуникации, это какие-то даже в некоторой степени и финансовые сегменты, да, те же банки, если говорить о российском рынке, если говорить о зарубежных площадках, это страховые компании, ну и так далее. Вот, и, естественно, в общем, таком неустойчивом спросе на металлургические, на продукты металлургических компаний, от этого страдают, кстати говоря, и наши компании металлургические, тенденции какой-то искать не приходится. То есть инвесторы просто не рискуют входить в котировки, в акции металлургических компаний, естественно, это отражается и на котировках цены на золото. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нас ожидает все-таки больше смотрящая вниз тенденция. Но вряд ли это будет такое радикальное снижение, которое наблюдалось несколько месяцев назад, в силу сочетания многих факторов, в первую очередь, опять же, укрепления курса доллара. Но такой боковой тренд с определенным взглядом вниз, с коррекцией вниз, он все-таки, я думаю, более реалистичен. Валер, твой взгляд на золото, на рынок драгоценных металлов? Я бы добавил такой момент, что в цене на золото, вот в растущем том тренде, который мы наблюдали до недавнего времени, существовал значительный элемент фактора страха. Вот эти все проблемы, которые мы наблюдали в Японии, экономический кризис и так далее, это все вынуждало инвесторов искать какую-то тихую гавань, условно говоря, такое выражение есть, искать спасение, тот актив, где можно было бы сохранить свой капитал. И последняя капля вот этого страха, фактора страха, это было ожидание фискального обрыва в США в конце прошлого года, как мы знаем, тоже вот это вот, не побоюсь такого слова, истерия нагнеталась достаточно сильно. Потом вдруг оказалось, что как-то все это проходит достаточно спокойно, все живы, никакого коллапса не произошло. И после этого стал вопрос перед многими хедж-фондами, в том числе, что делать дальше, и они стали, в общем, закрывать свои позиции. К слову сказать, Джордж Сорос закрыл свои позиции, крупные позиции по золоту в конце прошлого года как раз, когда говорили о фискальном обрыве, а уже публично, это его законодательство заставляет объявлять это все публично, в начале января об этом сказал, что да, он такие позиции закрывал. Так что, если следовать Соросу, я думаю, что 3000 можно, конечно, ждать, но не очень скоро, и то в том случае, если произойдет какая-то очень серьезная проблема в мировой экономике. Кстати, если Сорос вспоминать, как раз осенью, по-моему, как раз прошлого года, он активно, или кто-то от его имени активно информировал о том, что он как раз активно покупает это самое золото, входил, а в конце года, видишь, он... Я думаю, немножко это раньше было. Там он где-то примерно к концу года замолчал, а уже в январе он сказал, что вот... Делал такие операции. Только хотел добавить, что что-то подсказывает в силу того, что я говорил о том, что цена на золото и движение американских индексов чаще всего следует разнонаправленно. Мы увидим какой-то разворот по рынку золота, я думаю, прежде всего тогда, когда мы начнем, увидим начало коррекции в США. Вот я хотел спросить, ну, опять-таки, исходя из каких-то ваших логик, ваших взглядов, как будут коррелироваться, как будут относиться эти два индикатора, если действительно коррекция, да, ну, условно говоря, фонда американская посыпется, что с золотом будет? Оно будет расти? Ну, это вполне очевидно, вот подтверждая слова коллеги о том, что рост цен на золото до начала вот этой коррекционной волны был связан с фактором страха. Очевидно, когда нет необходимости инвестировать в золото, прекрасные макроэкономические новости, хорошая статистика, замечательно отчитались корпоративные отчеты, вышли прекрасно, замечательно отчитались компании последний отчетный период, зачем на него обращать внимание? Как только начнется коррекция, если станет понятно, что после такого сумасшедшего роста с чуть ли не ежедневным побитием исторических максимумов, она, а скорее всего так и будет, она тоже будет носить такой характер достаточно мощный, опять начнется работа фактора страха, опять мы увидим некоторые открытия. Ну это же законы фондового рынка не меняются, это в общем-то явление с периодичностью повторяющиеся, поэтому это только подтверждает общую тенденцию, что еще раз повторюсь, американские индексы и цена на золото, они как правило идут себе разнонаправленно. Но при этом я добавил, что не стоит ожидать слишком большого роста по золоту, вряд ли повторится тот рост, который был до этого. Какой-то подъем будет, но это будет достаточно скромно все. — То есть говорить опять об обновлении исторических максимумов мы в этом случае не будем. — Да, вряд ли, вряд ли, это уж совсем какой-то должен быть утопический сценарий. — Хотя я вспоминаю, знаете, еще факт, это сентябрь прошлого года, когда начались эти программы количества смягчения, КУЕ-3 объявил Федрезерв, по-моему, в сентябре, там не помню какое число, за ним ЕЦБ, и как раз всплеск интереса к золоту возник. — Больше денег, естественно, эти деньги неестественно уходят на рынок, в том числе и на рынок золота. — То есть это спекулятивная такая история. — И при этом надо забывать, тогда начались вот эти страхи, фактор страха работал, и лишние деньги, они в том числе и пошли на рынок золота. — Плюс нежелание тамошних инвесторов, да и не только тамошних американских, но и всего мира инвестировать в американский рынок, который тогда представлял собой довольно неопределенное состояние. Еще не было дано начало сезона отчетов, еще не выходили данные по квартальной, по рынку труда, по количеству заявок на пособие по безработице и по экономическому росту, по финальной оценке ВВП за последние кварталы. Поэтому понятно, что в этой ситуации неопределенность была крайне высока. И ничего удивительного, что инвесторы пошли в золото. Сейчас ситуация, если не строго, но близко к тому, чтобы можно было назвать ее наоборот. — Противоположная. — Да. — Хорошо, немножко времени осталось. Давайте о перспективах летних месяцев на фондовых площадках на российском фондовом рынке. Будет ли он связан с затишьем неким, с выходным? Или все-таки, опять-таки, мы будем ориентироваться на старшего брата, на старших братьев? И можем наблюдать динамику какую-то и даже в летние месяцы. Олег, как ты думаешь? — Ну, думаю, что май, даст бог, все-таки не принесет нам каких-то сильных негативных переживаний. Дивидендные отсечки потихонечку уже заканчиваются. Вот в конце мая они завершатся. Этот фактор тоже уйдет с рынка. И я думаю, что традиционно июнь и июль будут, ну, как это обычно бывает на российском рынке, месяцем пониженных объемов торгов. И сильной слежкой, я бы сказал, так, слежением инвесторами за какими-то корпоративными новостями. История с американской коррекцией, безусловно, будет держаться во главе угла. И если там действительно произойдет смена тренда, то, безусловно, это ударит по российскому рынку в том числе, ну, и как и по многим другим. Основная опасность заключается в том, что это может попасть на период как раз-таки пониженных торгов на российском рынке. — Ну, да, всегда, да. — Малые объемы, тонкий рынок, да. — При малых объемах и сильных сменах тренда, в общем, мы можем увидеть довольно серьезную просадку. При том, что многие бумаги на российском рынке и так, в общем, достаточно, ну, прилично перепроданы и в числе голубых фишек, и в числе бумаг первого и второго эшелона. То есть в этом отношении, конечно, нельзя говорить о том, что есть какая-то, ну, такая сильная защита, что ли, от этой смены тренда. Ну, это и понятно. При условиях, когда объемы малы, говорить об этом не приходится. — Валер, ты как смотришь на летние месяцы ближайшие? — Американские рыночные стратегии предполагают возможную коррекцию рынка американского 5, даже до 10% по индексам. С учетом нашей волатильности это может для нас выразиться примерно в 15-20, может даже и больше процентов. Вот считайте сами нынешние уровни, отнимите 15-20%. Но это надо рассматривать как возможную точку входа. То есть я бы с оптимистической точки зрения на это подошел. — То есть это в конце летнего периода, ну, может быть, не летнего, может быть, в конце июня, первой декаде июля, если действительно эта коррекция возьмет старт на российском рынке в качестве реакции на события за океаном, то действительно, потому что желающих войти уже даже сейчас среди инвесторов в российский рынок достаточно много, да, но никто не рискует, смотря за океан. Вот, и это будет для многих облегчением того, что действительно эта коррекция прошла, можно, так сказать, сбросить с себя эти оковы и уже начинать смотреть на вход. — Не, ну, а потом, конечно, в таком подвешенном состоянии, да, все время находиться невозможно. Скорее бы уж, скорее бы уж, и, ну, времени совсем не осталось. Поводом в Америке что может, так сказать, стать для коррекции? Разговоры вокруг КОЭ-3, больше ничего, наверное, да? — Ну, история с госдолгом, да, там отложено же согласование по потолку госдолга, проблема, она остается нерешенной, она просто сдвинута по времени, вот. Ну, и история с КОЭ-3, наверное, частично она может быть уже заложена в рынок, но я думаю, что в ближайшее время, вот, конкретно сегодня, там, завтра, когда начнутся обсуждаться эти результаты, я вот согласен с коллегой, не думаю, что Бернанке будет принимать какие-то резкие решения, потому что он понимает, что это сопряжено с достаточно большим риском. А история с госдолгом, да, она никуда не ушла, мы помним истерию в конце прошлого года, она просто отошла на второй план. Я думаю, что по мере того... Наступит время, когда она выйдет на первый план, и, собственно, все будет по-прежнему сценария. И тогда, да, тогда мы увидим уже немножко другую ситуацию. Хорошо, спасибо огромное. Уважаемые слушатели, я представлю еще раз моих гостей. Олег Абелев, руководитель аналитического отдела национальной компании «Рекомтраст» и Валерий Евдокимов, главный аналитик «Нордая банка», были сегодня в студии сухого остатка. Мы обсуждали текущую ситуацию на финансовых рынках. Вам спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания.